Сегодня мы будем говорить о предстоящей повестке дня. Наконец-то с 2018 года внесли на рассмотрение закон о валютном регулировании и валютном контроле. Закон довольно интересный, который был принят в последний день последней сессии седьмого созыва. Как всегда, в такие дни выносятся обычно самые пакостные законы. Мы тогда не ошиблись, он действительно пакостный, потому что этот закон позволяет вывозить из России золото, хлеб и металлы, не возвращая выручку домой. Этот закон действует и сегодня, несмотря на то, что идет военная операция, золото, хлеб, металлы вывозятся, выручка остается на Западе. Значит, закон даже тем плох, что за невозврат валютной выручки раньше было наказание от 250 тысяч рублей штрафа до 5 лет тюремного заключения. И вдруг эта норма выпадает и разрешается сколько угодно золота и хлеба вывозить на Запад безо всякого. Значит, этот закон спровоцировал ну как раз вывоз капитала. Вот если в 2020 году у нас было вывезено 50 миллионов долларов, то в 2021 году уже вывезли 75, а в 2022 году по всем показателям будет вывезено 243 миллиарда долларов. Нам это надо? Это с тем, что у нас Запад украл 350 миллиардов золотовалютных резервов, мы сегодня им дарим 243 миллиарда еще валютной выручки. Зачем это нам нужно? У нас вывозится золото с нарастающим итогом. Если 32 тонны было вывезено в 2020 году, то 320 тонн было вывезено в 2021 году, а в 2022 году, наверное, будет вывезено пока только предположительно 2200 тонн и 50 миллионов тонн хлеба. И вся выручка от этой продажи опять должна оставаться там на Западе. Мы что, уже совсем потеряли ориентацию какую-то? Как же так можно торговать самым дорогим у себя на родине, все это отправлять на Запад нашим врагам и выручку назад не брать? Вот сегодня фракция КПРФ вносит этот закон для того, чтобы аннулировать действие этого закона, поскольку есть другие рычаги влияния на эти процессы и кроме того, чтобы не возвращать выручку назад. В заключении правительства написано довольно интересно, что закон не обязательно отменять, потому что у нас есть указ президента, потому что у нас есть рычаги у Центрального банка и у правительства, и мы справляемся с этой задачей. Но если у вас есть другие рычаги, тогда этот закон тем более надо убрать. Он не работает, он не нужен. Ну так и давайте сегодня его и закончим. Чтобы не было возможности вывозить самое ценное из нашей страны. Вообще удивляет такая позиция и правительства, и депутатов, которые будут голосовать против нашего закона. Идет спецоперация. Сейчас уже пошли разговоры о новой мобилизации, об увеличении армии. А мы обескровливаем нашу страну, лишая ее золота, хлеба, металлов, мало того, еще и не забирая выручку в страну. Но это нонсенс. Такого ни в одной стране мира нет. Вот об этом сегодня мы будем говорить на заседании Государственной Думы. Как правильно совершенно было сказано, самая первая неделя пленарных заседаний, новой сессии Государственной Думы уже охарактеризовалась довольно тенденциозным рассмотрением целого ряда очень важных для страны законопроектов. С одной стороны, мы увидели категорическое нежелание у парламентского большинства в лице Единой России принимать законопроекты, способные повлиять положительным образом на судьбы миллионов и миллионов наших сограждан. В частности, вот недавно был рассмотрен проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда, хотя бы до 20 тысяч рублей. И наши коллеги из других парламентских фракций, и мы неоднократно вносили подобные инициативы, там могут быть разные суммы, но как минимум о двухкратном повышении МРОТа идет речь. Тем не менее, Единая Россия под разговоры, что да, о гражданах надо заботиться, что мы разделяем вашу обеспокоенность, что мы там за социальную политику, за все хорошее, за все плохое, отклоняет эти инициативы, потому что, ну, якобы они там не проработаны, в бюджете нет денег и тому подобное. Ну, мы считаем, что это совершенно неадекватные аргументы, они не отвечают абсолютно не на тот запрос, который есть сейчас у общества, не на те требования, которые просто выдвигают время, потому что труд в нашей стране чрезвычайно недофинансирован, зарплаты занижены, и для того, чтобы люди могли вздохнуть чуть-чуть свободнее, для того, чтобы можно было покупать больше товаров на потребительском рынке, конечно, необходимо повышать зарплаты, как один из главнейших ориентиров для широкой сетки окладов, это, конечно, именно минимальный размер оплаты труда, но власть на это не идет. А вот на что она охотно идет, так это на организацию всевозможного рода преференции для крупного капитала. В частности, уже был рассмотрен проект закона о том, чтобы, значит, облегчить добычу компаниям, которые вынимают из недр нашей земли, так сказать, медные, платиновые руды, никель, палладий и все остальное. То есть, когда речь идет о том, чтобы поспособствовать крупному капиталу стать еще немножечко богаче, вот здесь никаких сопротивлений со стороны правящего режима и партии парламентского большинства мы не видим. Наоборот, постелят красную ковровую дорожку и обязательно такие законопроекты принимают. В этом смысле совершенно очевидно, что такая законодательная работа имеет явный классовый отпечаток. То, что для трудящегося большинства это отметается, то, что для крупного бизнеса, для крупного капитала, для уважаемых людей это всячески поддерживается. Совершенно очевидно, что это очень опасный и гибельный путь, который приводит к еще большему увеличению пропасти между богатыми и бедными. Вот сегодня власти предстоит еще раз пройти проверку, что называется, на действительную склонность к интересам народа. И будут рассматриваться как минимум две законодательные инициативы от нашей партии, в частности, коллега Смолин будет докладывать законопроекты, связанные с пенсионным обеспечением наших сограждан. Значит, один проект закона будет касаться возможностей по досрочному выходу на пенсию для педагогических работников и медицинских работников. А, значит, второй будет касаться индексации пенсий работающим пенсионерам. Я хочу напомнить, что именно наша партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, в части пенсионного законодательства всегда занимала принципиальную позицию. Мы были категорически против той пенсионной реформы, которую некоторое время назад затеяла власть. Мы были против повышения пенсионного возраста и были, кстати говоря, единственной политической силой, которая проводила крупные акции протеста. В большинстве городов против этого дела. Власть тогда пошла на определенные уступки под давлением общественности, но, к сожалению, в основе своей вот эту порочную реформу все-таки провела. И именно поэтому мы сейчас наблюдаем ее явные последствия. Это сохранение числа людей, которые получают пенсию, ну и, в частности, усиление демографических проблем, потому что многие просто откладывают рождение там и первого, и второго ребенка из-за того, что бабушки и дедушки, вместо того, чтобы внянчить внуков, вынуждены, так сказать, работать, чтобы как-то свести концы с концами. Вот, пожалуйста, власти предстоит еще раз показать, с кем она на самом деле, либо с народом, либо с крупным капиталом. Вот посмотрим, как она сегодня будет голосовать за инициативы, предложенные коллегой Смолиным. На этом фоне, к сожалению, продолжаются и другие не очень приятные эпизоды. Могу вам сказать, что, в частности, в Москве, вот буквально в последние дни, были ситуации, связанные опять с задержаниями политических активистов. В частности, муниципальный депутат от нашей партии Жанна Горбачева была задержана в отделении полиции при подаче жалобы на действия полиции. И нужно сказать, что там буквально в то же время, уже в соседнем районе, были задержаны ряд защитников Троицкого леса. Это еще одна точка социальной напряженности, которая, на наш взгляд, искусственно создана просто из-за неразумной градостроительной политики. Значит, были задержаны Ольга Сластунина, Роман Жуков, а также 14-летний Егор Давыдов, который находился на территории вот этой незаконной вырубки. И могу вам сказать, что полиция, правоохранители повели себя, мягко говоря, далеко не лучшим образом. В частности, вот по отношению к Егору, с его собственных слов, было применено достаточно жесткое психологическое и даже физическое воздействие. Сотрудники в штатском заставляли подписать документы, которые, ну, просто содержали в себе недостоверную информацию. А когда ему там подсунули очередной протокол, и он написал на нем, что все это ложь, ну, больше уже документы никакие подписывать не предлагали. Да, то есть молодой человек левых убеждений проявил волю и характер, ну, и, в общем-то, показал себя с лучшей стороны, чего нельзя сказать о действующей власти, которая даже в условиях проведения специальной военной операции, казалось бы, да, правящему режиму нужно, наоборот, искать какую-то опору в народе, да, как-то сплачивать людей для того, чтобы достигать тех военно-политических целей, которые он поставил. Но, тем не менее, все равно власти продолжают использовать подавление общественности, значит, используют методы дубинки вместо метода диалога. Это, конечно, вызывает крайне серьезную обеспокоенность. Понятно, что это тоже путь в никуда. Но, тем не менее, в этом сплошном мраке есть все-таки отдельные проблески чего-то положительного. В частности, наконец-то, спустя долгое время, президент все-таки согласился с предложениями нашей партии и ряда экспертов, общественников, представителей педагогического сообщества о том, что нужно возвращать в школьную программу произведения классиков советской литературы, в частности, такие произведения, как «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь» и целый ряд других. Это, конечно, чрезвычайно запоздалое, но крайне необходимое решение, потому что совершенно очевидно, что без вот такой компоненты воспитать, ну, патриотичного гражданина практически невозможно. Однако, мы считаем, что ни в коем случае власть не должна останавливаться на этом. Во-первых, это решение еще предстоит окончательно оформить и принять. А во-вторых, нужно идти дальше. Из школьной программы давно пора убрать произведения Александра Солженицына. А, так сказать, если идти еще дальше, то, конечно, нужно закрывать в Екатеринбурге Ельцин-центр и ни в коем случае не тащить очередной его филиал уже сюда, в Москву, в столицу нашей Родины. Мы, наша партия, выступаем категорически против этого. Поэтому, как мы видим, ситуация такая достаточно разнонаправленная, в значительной мере противоречивая. В этом можно усмотреть определенные, скажем так, разноголосицы, в том числе и в правящей верхушке. Мы же, со своей стороны, как коммунисты, будем добиваться того, чтобы именно вот эта левопатриотическая линия взяла верх и в конечном итоге, именно исходя из интересов народа, и действовала власть, а не так, как она в основном действует сейчас. Благодарим вас за внимание.